друзья всем привет продолжаем обзор ремонта который проходит в частном доме на данный момент здесь выполняются штукатурные работы одна комната уже почти готова соседней комнаты еще только пока установлены маяки и загрунтованы стены сейчас я очень хочу вам рассказать о некоторых ошибках которые можно допустить во время проведения ремонтных работ и чтобы впереди у вас таких проблем не было для начала хочу заметить то что здесь в той комнате видно наглядно то что стену нас штукатурены цементно-песчаной смесью это было сделано еще до того как здесь были установлены маяки и решено было сделать штукатурку гипсовой штукатуркой тут пока до конца не ясно было штукатурить или обшивать деревом и вот в последний момент в общем в этом году решили все таки стену штукатурить и просто поклеить поверх данной штукатурки обои это было правильное решение которое нужно было сделать изначально и не нужно было планировать там зашивать гипсокартоном обшивать деревом просто по простецки так сказать закатать все обоями так вот какая была ошибка первая это то что сразу на газобетон был нанесен слой цементно-песчаной смесью во-первых это был первый перерасход материала во-вторых лишний лишний промежуток между гипсом и газобетоном ну и в третьих она очень сильно сыпется потому что наличие песка в данной смеси было немножко превышено поэтому она такая вот сыпучая смесь но исправили мы это грунтовкой хорошенько обильно загрунтовали стену так что теперь все у нас хорошо не сыпется и контактный слой штукатурки гипсовой цементной будет хорошей так вторая ошибка которая была допущена на данном объекте это смотрите видите вот эти металлические уголки которые держат газобетон уголки металлические они ничем не обработаны так стоят в открытом виде перед нанесением штукатурки их обязательно нужно покрасить чтобы они в дальнейшем не ржавели иначе вот эта ржавчина впоследствии может пройти сквозь штукатурку и вы это увидите дальше уже на обоях на стенах или даже вон на зендвич панелях которые будут будут здесь в будущем которые мы также будем устанавливать сейчас этот металлический уголок мы будем красить для того что в будущем ржавчина не проступила через штукатурку будем использовать вот такой вот эмаль короче что нашли тему красим краска вонючая поэтому проветривайте помещение во время работы а кстати после штукатурки обязательно нужно будет вытащить вот эти штукатурные маячки чтобы в дальнейшем и как я сказал про уголки чтобы они не заржавели третья ошибка точнее она была уже совершена с потолком потолок обратите внимание был зашит у изби панелями и они были зашиты таким образом что даже не осталось термошва нету шва на расширение то есть они стоят притык друг другу и после того как прошла зима они чуть-чуть набрали влагу и расширились а так как расширяться им было некуда они начали вести себя не очень культурно в общем они и загнулись искривились он там по краю видно как вот идет вот это вот искривление смотрите видите все криво ну так как здесь будет натяжной потолок так что ничего мы переделывать не стали решили так оставить но в принципе это нам никак и не помешает дальше этого она уже не уйдет натяжной все закроется так ну что же ошибки я сказал который не стоит допускать теперь перейдем к тому что у нас тут планируется планируется в дальнейшем здесь в общем установить установить здесь подоконнике я надеюсь об этом видео я тоже сделаю потом откос и следующий панелей ну и как проводится штукатурной работы я думаю все уже знают как установить маяки я вам тоже уже рассказывал если не рассказывал то обязательно посмотрите видео на эту тему очень полезное видео так что рекомендую всем просмотру для тех кто планирует выровнять стены а кстати здесь были газобетон материал газобетон из которого был построен дом и даже укладка производилась по уровню но в итоге мы получаем все равно здесь не очень ровные стены потому что лазерный нивелир говорит обратное и вот сейчас мы в общем выровнили все стены по маякам и теперь просто будем производить штукатурку по ним это значительно легче и проще чем делать каркас обшивать стены гипсокартоном либо вагонкой так ну что ж смесь мы используем волма и значит грунтовку на церезит вот она стоит церезит 117 так вот она она штукатурная смесь волма это у нас мастер штукатур зовут его инар также он является еще и моим братишкой так в общем вот они от штукатурены стены штукатурили сами без моего участия в принципе получилось довольно таки неплохо стены стали главное ровные очень хорошо так комментировать не будем даже приложив грязные правила мы видим что у нас все здесь ровно здесь ровно результат в общем лицо в этой плоскости тоже все хорошо вот значит самая главная задача когда делаете ремонт это правильно установить штукатурные маяки потом даже любой человек даже без опыта может по этим маякам спокойно от штукатурить и все будет красиво так ну здесь в общем завершается подготовительная работа сейчас все вот у нас инар домажит маяки мы выдернем замажем те места где у нас были маяки и перейдем штукатурку на штукатурку в ту комнату там у нас будет кухня а здесь у нас зал займя комната так ну что ж пока на этом я думаю все этап от штукатуривания выравнивание стен в этой комнате подходит к завершению далее я так сказал на очередь у нас другая комната ну и дальнейшее следите за ходом событий который будет происходить на данном объекте поэтапно кстати я не делал видео так мы собирали перегородки из глюцикартона но там есть небольшие нарезки я думаю в ближайшее время также это все соберу и обязательно выложу на канале так что тоже зайдите посмотрите есть какие-то моменты которые тоже нужно знать итак товарищи на мы все заканчиваем молодцы ладно тогда может выдернем маяки пока у нас идет этап записи видео так что давай сейчас берем молоток берем плоскогубцы ну можем короче любым падричными средствами начинаем все это мы снизу снизу самого низу самого низу цепляем за маячок цепляем вот так вот аккуратненько 1 2 3 и не спеша в общем его удаляем вот как все это просто как ты это легко не нужно жалеть времени на то чтобы удалить маяки чтобы они в будущем просто с вами не сыграли какую-нибудь злую шутку так один маяк удален но таким вот образом в общем удаляем все остальные маяки и замазываем замазываем то есть штукатурной смесью что и стены кстати если вы заметили тут цвет штукатурки разные потому что по ошибке в общем купили не ту штукатурку волну который я взял брал обычно а вот немножко облегченную штукатурка ультра весом на 25 килограмм штукатурки которые я пользуюсь волна слой она весами 30 так ладно все короче у меня тут уже бунт с приборами пошел заканчивая а вон и наружи и начал замазывать наши штробы вот какой молодец в общем следим за ходом событий все всем пока всем спасибо за внимание